С вами Дерек и Хиллари Уокер. Мы ободряем вас в молитвенной жизни, делясь принципами молитвы через молитву «Отче наш». Итак, Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих, говорит нам. «Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы уделили немало времени этим стихам, но очень важно, чтобы мы молились правильно, как сказал Иисус. Во-первых, мы должны прийти в Его дворы. Для того, чтобы вести дела, мы должны быть в Его дворах. Мы приходим в Его дворы с хвалой и благодарением, светим Его имя. Я верю, что наш Дух, когда Он рождается свыше, оказывается во дворах Божьих. Но мы не просто Дух, мы Дух, Душа и Тело. Мы должны также привести свою Душу во дворы Божии. Наш разум должен фокусироваться на Боге и Его благодати. Мы должны привести наши эмоции во дворы Божии, нашу волю. Это необходимо для того, чтобы Дух Святой наполнил нас и двигался через наши молитвы. Мы должны начать возвеличивать Бога в разуме. Вот почему мы начинаем с хвалы. Мы возвеличиваем Бога. Так мы больше осознаем величие Божие, чем свои проблемы. Мы настраиваемся в разуме на славу небес. В послании к римлянам, в восьмой главе, сказано, чтобы мы фокусировались на делах Духа. Это жизнь и мир. И также наши эмоции. Когда мы благодарим Бога за все Его благословения, мы восхищаемся Его славой. Наши эмоции также начинают восхищаться Его величием. Слава Богу. Когда мы приходим в Его дворы, в этом также участвует наша воля. Когда мы приходим в Его дворы, нам нужна Его власть, Его царство. И в этот момент мы должны представить Ему свою волю, склониться перед Ним. Вопрос нашей воли весьма важен. Он определяет то, насколько активно Бог может двигаться в нашей жизни. Иногда мы не осознаем этого. А вот почему следующий этап молитвы — это посвящение и поклонение. Мы подчиняемся воле Божией. Это та часть молитвы, в которой мы говорим, «Да придет Царствие Твое». «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Это Божья власть и Божье царство. А почему же это так необходимо? Почему так важно молиться этой молитвой? А все очень просто. Бог уважает наше право выбора. Да, это так. Бог желает сделать множество вещей в нашей жизни. Но если мы не хотим этого, то ничего не получится. Недостаточно просто сказать, «Ну, Боже, если ты хочешь, то можешь сделать, а если не хочешь, и не делай». Нет, наша воля должна быть настроена на волю Божию. Он дал нам власть, и мы должны открыть двери, чтобы Он работал в нашей жизни. Иаков говорит в своем послании, 4 главе, 2 стихе, «Не имеете, потому что не просите». Многие люди говорят, «Если Бог хочет, чтобы это у меня было, Он это мне даст». Конечно, я слышала это много раз. Это ужасно. Говоря так, люди предполагают, словно Бог относится к ним как к пустому месту. Но Он дал вам достоинство, дал свободную волю. Бог не может работать с такой пассивностью. Бог дал вам свободную волю и ожидает, что вы будете использовать ее. Если ваша воля не настроена на Бога, Он не может работать с вами. Бог желает дать нам многое. Но, как говорит Иаков, Он не может дать это вам, потому что вы не просите. Вы не используете свою волю для того, чтобы сказать, «Боже, я хочу этого в своей жизни. Господи, Ты дал это обетование, и я прошу исполнить его». Если мы не будем делать этого, то не будем получать. Бог уважает нашу свободную волю. Проблема в том, что наша воля слишком пассивна. Из-за греховной природы, плоти, дорождения свыше, наша воля и душа находятся под властью природы греха. Наша воля находится в рабстве. Когда мы рождаемся свыше, Иисус освобождает нас. Мы должны использовать свою свободу. Если мы не будем делать этого, если наша воля будет пассивным, на нее снова начнет влиять греховная природа. Мы должны молиться, говоря, «Господи, да будет воля Твоя в моей жизни». Если вы знаете волю Божью, то не должны просто говорить, «Пусть будет так, Господи». На самом деле мы должны говорить, «Господи, Ты обещал это в Своем слове, и сейчас я это принимаю». Сказано, чтобы мы смело приходили к престолу благодати и получали то, что нам дает Бог. Мы должны использовать свою свободную волю. А если мы не знаем воли Божьей, мы не должны быть пассивны, и будь что будет, нет, мы должны отдавать свою волю в руки Божьи и говорить, «Господи, да будет воля Твоя». Я не знаю, что делать в этой ситуации, но пусть будет воля Твоя. Мы не должны быть пассивными, мы должны активно отдавать ее в руки Бога. Мы должны говорить, «Я буду делать то, что Бог говорит мне. Я пойду туда, куда Ты посылаешь меня. Пусть Твоя воля совершается в моем браке, в моей жизни, в моей церкви». Важно, чтобы мы говорили это вслух, чтобы устанавливать волю Божию в нашей жизни. Мы должны говорить это. Да. Возможно, мы хотим вступить в брак, но лишь когда мы говорим слово «согласен», «Согласен». Ты помнишь, да? Мы давали клятвы. Согласна. И даем клятвы. Наша воля выражается через наш язык. Так мы утверждаем ее. И пока ты не скажешь это вслух, ты не можешь установить ее. Твоя воля остается слабой. На нее все еще можно влиять. Но в тот момент, когда ты озвучиваешь ее, ты устанавливаешь ее. Точно так же мы должны говорить «Да будет воля Твоя, Господи». Не «Моя воля да будет, но Твоя». Мы должны сказать это вслух. Есть одна удивительная история о браке. Давай посмотрим на историю первого чуда в Новом Завете. Она показывает нам, что Бог желает, чтобы мы передали Ему право работать в нашей жизни. Итак, это Евангелие от Иоанна. Прошу тебя, прочитай, пожалуйста, это местописание. Это Евангелие от Иоанна, 2 глава, 1 стих. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матери Иисуса была там. Был также зван Иисус, и ученики Его на брак. И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, «Вина нет у них». Почему она обратилась к Нему? Это хороший вопрос. Мы увидим дальше. Что Мария была во главе этого брачного пира. Она во главе, и это очевидно. Но обрати внимание на то, что она хочет, чтобы Иисус сделал что-то. Но что она делает? Она говорит, «Вина нет у них». Намек. Но обрати также внимание на то, что она не передает власти Иисусу. Иисус не у руля. Он просто гость на свадьбе. Она не передала ему власть. Это похоже на служение пастора церкви. Предположим, что мне не нравится цвет ковра. Я хочу, чтобы ковер был оранжевым. Если я скажу кому-то в собрании, этот ковер должен быть оранжевым. Что он поделает с этим? Как ты думаешь? Ничего. Ему не дали права на это. Это просто намек. Но если бы я хотел, чтобы он сделал что-то с этим, то я должен был сказать, «Слушай, я даю тебе право поменять ковер». И это объясняет необычный ответ Иисуса, своей матери, Марии. Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, Жена?» Это еврейское выражение, «Что мне и тебе». Интересное выражение. Да, это выражение, «Что мне и тебе». И то же самое я мог бы услышать, если бы спросил, «Почему этот ковер не оранжевый?» «А как все это связано со мною?» «Это ты тут управляешь, а не я?» «Как все это связано со мною?» «Это под твоей властью». Также стоит отметить, что он сказал, «Мой час еще не пришел». Грядет час, когда он будет Господом Господ и Царем Царей. Но в той ситуации все было иначе. И точно так же с Духом Святым. Он наш помощник. Он не насаждает свою власть над нами. Еще не пришел час мой. Иными словами, я здесь как слуга. Если ты хочешь, чтобы я сделал что-то, ты должна дать мне разрешение, дать мне право, делегировать мне власть, чтобы я сделал нечто. Давай посмотрим, что она ответила. Мы читаем в пятом стихе. Матерь его сказала служителям. «Что скажет он вам, то сделайте». То, что мы видим здесь, является доказательством того, что Мария была во главе. Она дает указания слугам. Но посмотрите, что она делает. Она делегирует свою власть Иисусу. «Что скажет, то и сделайте». Иными словами, она дала право Иисусу делать, что он хочет. Она делегировала свою власть Иисусу. Это то, что нужно было Иисусу. Ему не нужно было, чтобы она сказала, «Ну ладно, и точно так же мы должны дать ему право». И теперь он берет и совершает чудо. Итак, шестой стих. «Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры». Это много вина. Воды. Да, шесть кувшинов по двадцать-тридцать галлонов. Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И уверовали в Него ученики Его. Сказано, что это чудо, и это чудо несло в себе послание. Это прообраз нового рождения. А вот что происходит, когда мы рождаемся свыше. Мы — эти глиняные сосуды. Без Христа наша жизнь наполнена застоявшейся водой. Нам нужно чудо. Нам нужно, чтобы Иисус явил свою славу в нас. Нам нужно, чтобы Он превратил нашу воду в вино. Но это не происходит случайно. Она сказала, что у них нет вина. Но как случилось это чудо? Дух Божий начал работать, как Он работал во время сотворения. Но Он может двигаться лишь тогда, когда сказано Слово, когда Ему дают право совершить чудо. Бог сказал, а Дух Святой исполнил. Точно так же, когда Мария дала власть Иисусу, Он смог явить Свою славу. Бог желает, чтобы все родились свыше. Но человек должен дать Иисусу право прийти к сосуду и превратить воду в вино. Это может случиться лишь тогда, когда люди говорят, «Иисус, будь моим Господом и Спасителем. Я даю тебе власть прийти в мою жизнь». Вы должны пригласить Иисуса в свою жизнь, и лишь тогда Он может совершить чудо. Бог уважает нашу свободную волю. А вот почему наша свободная воля должна быть активной. Вы не рождаетесь свыше, относясь к Богу нейтрально, говоря, «Боже, если хочешь спасти меня, то спаси, а если нет, то нет. Нельзя быть пассивным, потому что ничего не будет». Вы должны сказать, «Иисус, будь моим Господом, я принимаю тебя в свое сердце». Вы должны сознательно принять волю Божию. Фактически, мы обуздываем свои эмоции, свои мысли, свою волю, принимая волю Божию. Но как? Мы делаем это с помощью слов. Мы должны сказать это, как сказала Мария. Мы должны использовать слова. Как мы можем сделать это? С помощью молитвы посвящения. мы говорим, «Да будет воля Твоя Божия». Слава Богу! Это очень интересно. Я как-то ехал в машине и размышлял над этим. Пассивность — это все равно, что ехать на машине и не поворачивать рулем. Этот пример я получил в откровении там же, в машине. Понимаешь? Это страшно. Ты попадешь в аварию. Безусловно, да. Это то же самое, что сказать. Поедем туда, куда нас повезет машина. Все будет хорошо. Нет, это не сработает. Вы должны взяться за руль своей жизни. И этот руль — это наш язык. Мы еще увидим это у Иакова. Фактически, наша воля должна взять нашу жизнь под контроль и направить нас. Мы должны взять свою жизнь под контроль. Когда я стал христианином, то думал, что должен быть пассивным и что Бог сам возьмет контроль. Я буду как кукла или робот. Я понял, что это совсем не то, чего хочет Бог. Он не хочет пассивности. Мы должны контролировать свою жизнь, но мы должны подчинять ее. У нас должна быть сильная воля, но она должна подчиняться воле Божьей. И когда Бог показывает нам, что делать, мы делаем это. Мы должны взяться за руль своей жизни. Мы должны управлять тем, куда мы едем, что является рулем. Это наш язык. Рули, колеса, машины связаны. Когда мы поворачиваем в одну сторону, то поворачивается другая часть машины. А Библия использует для этого образ корабля. Корабля с рулем. И мы увидим, что кормчий, это мы, управляет им. Наша воля управляет. Она управляет всем кораблем, используя относительно малое средство. Руль. Поворачивая руль, мы поворачиваем весь корабль. И точно так же с машиной, поворачивая рулем, мы меняем направление. Мы не можем напрямую управлять машиной. Но Бог дал нам инструмент, чтобы управлять ею. Это наш язык. В случае с машиной, это руль. Я использую свою волю и поворачиваю в одну сторону, вправо или влево, не благодаря тому, что толкаю машину вправо или влево. Это невозможно. Я делаю это, поворачивая рулем. Точно так же мы управляем направлением своей жизни. И используем при этом язык. Бог назначил язык управляющим средством воли. Мы используем волю, используя свой язык. И когда мы говорим, «Боже, да будет воля Твоя, а не моя». Это сильные слова. Я подчиняю свою жизнь воли Божьей. Мой разум, моя воля и жизнь оказываются под волей Божьей. Да будет воля Твоя, а не моя Божья. Если Ваша плоть противится воле Божьей, Вы должны дальше провозглашать это. Так Вы утверждаете исполнение Его воли, а не Вашей. Мы должны использовать свои языки, чтобы провозглашать эту молитву, чтобы подчинять свою жизнь воли Божьей, обуздывать свои эмоции. Если мы позволим эмоциям управлять нами, то будем как лодка, которую бросает на волнах обстоятельств. Если никто не управляет ею, мы разобьемся. Мы просто будем следовать волнам и ветрам, словам какого-то человека или обстоятельства. и так мы упустим волю Божию. Мы должны брать свою жизнь под контроль и направлять ее. Как мы это делаем? С помощью руля нашего языка. И мы должны говорить. Недостаточно просто думать, да будет воля Твоя. Мы должны говорить это. Проблема большинства состоит в том, что наша воля слишком пассивная. нас просто сдувает из-за ветра чувств, и мы следуем за ними, хотя так быть не должно. Это просто неправильно. Это особенно касается решений под давлением. Не поддавайтесь давлению. Просто скажите, Господи, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое, и плохая новость состоит в том, что из-за греховной природы иногда, когда отпускаешь руль, машину начинает вести в какую сторону? Влево. Да, это так. Все потому, что ее не направляют, и это большая проблема. По плоти на нас влияет не только мир и сатана. На самом деле, греховная природа нашей плоти также тянет нас в сторону. Если мы не возьмемся за руль и не скажем, да будет воля Твоя, и да придет царствие Твое, то обстоятельства и греховная природа уведут нас в пути. Можно сбиться всего на пару градусов, но через несколько миль ты будешь совсем, совсем на другом пути. Твоя жизнь пойдет по другому пути, потому что ты не взял под контроль руль своей жизни и не направил ее по воле Божией. Я хочу, чтобы мы открыли послание Иакова, третью главу. Я хочу сделать ударение на том, что мы должны использовать свой язык, провозглашая, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое. Давай начнем со второго стиха. Да, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Если вы можете управлять своим языком, то можете управлять и всем телом или всей жизнью. Благодаря языку мы можем управлять всем, точно так же, как руль управляет всей машиной. Третий стих. Вот мы влагаем удела в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Опять же, контролируя рот, мы можем управлять всем телом коня, управляя только лишь его ртом. Это важный момент. Ну, а теперь корабли. Вот и корабли, как невелики они и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются куда хочет корм чей. Иными словами, не обманывайтесь тем фактом, что язык маленький. В нем скрыта невероятная сила. Этот руль управляется кормчим. Кормчий — это воля. Кормчий определяет, куда он поплывет, но он являет свою волю с помощью руля, то есть языка. Мы укрепляем свою волю, используя язык. Да будет воля твоя, да придет царствие твое. Да, мы это утверждаем. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Как ты и говорил, его размер не должен обманывать нас. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Шестой стих. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Это показывает силу языка. Если использовать его неправильно, он может уничтожить всю твою жизнь. Язык обладает великой силой. Если использовать его неправильно, он уничтожит человека. Но с другой стороны, если обуздать его, это позволит нам оказаться под Божьей властью и милостью. Седьмой естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это не означает, что мы не можем обуздать его. Фактически не можем. Нам нужна Божья помощь. Мы приходим во дворы Божьи и говорим, да будет воля твоя, да придет царствие твое. Мы провозглашаем Слово Божие. Хоть язык и ведет себя как дикий зверь, мы можем взять его под контроль и заставить его говорить правильные вещи. Но мы должны понимать, что он силен и может быть опасен. Вот почему Бог запер его в клетке. Это клетка. Его можно выпускать лишь только в том случае, если он под контролем. Давай, пожалуй, продолжим читать. Хорошо. Девятый стих. «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать сладкую и соленую воду». Я хочу вкратце объяснить, что он имеет в виду. Даже будучи христианами, мы в одно мгновение можем прославлять Бога, а в другое говорить негатив. Он говорит, что так быть не должно. Но почему бывает? Дело в том, что в нас есть два источника, несмотря на то, что открывается только один. У нас есть источник плоти, который хочет выразить себя через язык, а также источник духа. И нам решать, для чего мы открываем рот. Если мы открываем свой рот лишь для слова Божьего, слов любви, воли Божьей, мы высвобождаем сладкие духовные воды. Если же мы открываем свои уста для голоса плоти, то получаем горькие воды. Яков говорит, что благословение и проклятие не должны литься из одного рта. Нужно контролировать рот, чтобы лилась лишь сладкая вода. Именно это мы должны делать в молитве не давать место плоти, но говорить, Господи, да придет царство Твое, да будет воля Твоя. Мы принимаем решение и держимся за руль своей жизни. Мы говорим, Господи, я хочу Твоей воли в этой ситуации, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое. Ну, а теперь предлагаю помолиться. Отец Небесный, я беру под контроль руль своей жизни, беру под контроль свой язык. Я провозглашаю, что не буду говорить слова неверия и страха, но буду провозглашать Слово Божие, и отче, да будет воля Твоя, да придет царство Твое в моей жизни, в моем браке, в моей церкви. Я благодарю Тебя за то, что Ты направляешь меня, что Ты, Господь за то, что не потерплю кораблекрушения, потому что держу руки на руле. Спасибо, Господи, что Ты направляешь мою жизнь. Покажи мне свой путь, я готов исполнять Твою волю. Аминь. Аминь.